МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть ли надежда у России? И что предлагает новый оппозиционный кандидат Борис Надеждин? Выборы в оккупации. Как Кремль готовится заставить украинцев голосовать за Путина там, где жизнь давно закончилась? Что Путин рассказывал причастным к войне против Украины в Туле? И зачем он летит в Турцию? Насколько реально, что после 10 лет войны Украина и Россия снова сядут за стол переговоров? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. Обо всем этом и многом другом прямо сейчас смотрите сами. Начну этот блок с важного вопроса. Вы знаете, что такое УМЦ? Вариантов может быть много, но самый интересный вот какой. УМЦ – это Университет Мировых Цивилизаций. Это не полное его название, ведь он носит имя Владимира Жириновского. Это новый пилотный, то есть пробный проект партии ЛДПР. Его создатели уверяют, что главная цель этого университета – поддержка студенческих семей на законодательном уровне. Что бы это ни означало. Но пока это и не важно, ведь я вспомнил об этом проекте исключительно в иллюстративных целях. Дело все в том, что сейчас Россию охватила массовая жириновизация. Разные города страны один за другим называют улицы и проспекты в честь ушедшего в небытие одиозного персонажа. Смотрите сами. В честь Жириновского даже Аэрофлот назвал один из своих пока еще летающих самолетов. Ну и, конечно, ЛДПР требует, чтобы Россия выкупила у Китая авианосец «Варяг», который в свое время китайцы купили у Украины. Ну, чтобы переназвать его тоже в честь усопшего лидера либеральных демократов России. А все почему? А потому что говорят, что Жириновский был почти пророком. Многое из того, что он предрекал, сбылось. И нападение России на Украину, и переход российской экономики на военные рельсы, и многое-многое другое. Иногда даже кажется, что Путин и его окружение действуют по какой-то методичке, написанной Жириновским. Ну или же он им диктует с того света, что и как. Я уж не знаю. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку. Существовало государство Украина, где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом их всех вычислили из Киева. Или это делает его виртуальная копия, представленная публике относительно недавно. Ленин умер сто лет назад. Как летит время? А этот его мавзолей? Ну, когда-то он был важным символом. А теперь это просто развлечение для туристов, как египетские пирамиды и мумии. Глоток прохлады и покоя среди летнего зноя и суеты с бесплатным входом. Пусть сами коммунисты решают, устраивает ли их такое отношение к их мертвому вождю. Или лучше прекратить навсегда этот странный аттракцион? Жириновский просто столько всего напредрекал, что какая-то часть по-любому должна была сбыться. В общем, Жириновского нет, а дело его живет. В основном в головах. Ах да, он же еще и предсказывал падение Америки и величие России. Ну, с этим пока не получается. Победу над всеми, кем можно победить. И вот, то ли благодаря проведению свыше, то ли по какой-то случайности, Путин едет в Тулу на форум оружейников с ярким названием «Все ради победы». Тулу – один из центров вооруженного производства в России. Путин любит символизм. Вот и собрался в символическом месте, символично с теми, кто не символично обеспечивает инструментами убийства украинцев российскую армию. Кроме вот этих чисто оборонных предприятий, еще 10 тысяч предприятий так или иначе связаны с оборонкой, являются их смежниками, их в какой-то части подрядчиками, то можно себе представить, что это такое за армия. Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест. Обратите внимание на задник, на фоне которого сидит российский диктатор. Советский леттеринг, стилизованный набор шрифтов, наверное, по задумке организаторов, должен был подчеркивать все то, что Путин произносит ртом. Все ради победы. Большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере. У нас к оборонно-промышленному комплексу относятся 6 тысяч предприятий. Итак, Путин собрал в одном месте всех, кто причастен к войне против Украины. Ну, в смысле, не всех причастных, а всех, кто там собрался, причастных. Яркая иллюстрация того, что тех, кто стоит в стороне в России, в общем-то, нет. От учителя, который забивает ерундой детям головы, до токаря, который изготавливает детали для снайперских витовок, от нефтяников до работников отельного бизнеса все имеют отношение к войне. Нет, это не я сказал. Смотрите сами. О чем же еще говорил Путин и что ему говорили собравшиеся участники форума? Ясное дело о войне, которую войной никто так и не решается назвать. Даже сам Путин. Все ради победы. Меня уже давно волнует вопрос, можно ли вообще победить в операции. Или победу можно все же одержать только в войне или состязании. Но это уже вопрос философский. Путин снова тряс у всего мира перед носом ядерным оружием. Мол, Россия обновила свои стратегические ядерные силы на 95%. Мол, новейшее российское оружие явно всех превосходит. И что россияне собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей. Граждане собрали 11 миллиардов рублей. Ну, это, понимаете, это даже дело не в сумме. А дело в том, что вот люди идут и там по тысяче, значит, столько, сколько могут, отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнь свою рискуют на передовой. Вот это, конечно, это свидетельство единения российского общества, единения России. Вот вы мне объясните, если все так хорошо в России, то зачем вообще волонтеры собирают миллиарды рублей на помощь своей захватнической армии? То есть Россия идет войной на соседнюю страну, часто даже не имея нужной для солдат экипировки. Зато с ракетами. Весь этот постановочный путинский спектакль выглядел достаточно стандартно и скучно. Если не обращать внимание на детали, то вроде бы и говорить не о чем. Но я внимание на детали обращал. Вот, например, обычный российский инженер, обычный человек, который делает ракеты, которые отнимают десятки жизней каждый день. Обычный человек и беспокоят его обычные проблемы. Смотрите сами. Мы производим и разрабатываем высокоточное оружие. За последний год мы нарастили производство ракет в несколько раз. Множество людей, которые трудятся у нас и над поставленными задачами выполняют все срок, прежде всего интересуют квартирный вопрос. Квартирный вопрос его беспокоит. Так вот, квартирный вопрос, я вам честно скажу, больше беспокоит тех, кому на голову прилетают его ракеты. Я уже не говорю о том, что сотни тысяч украинских детей всю ночь сидят в коридоре и не знают, будет ли у их родителей уже утром беспокоить тот самый квартирный вопрос или нет. Вот, например, Херсон. А вот Харьков, жители которого российские освободители российскими ракетами освобождают от квартиры домов ежедневно. А вот Днепр. Как вы сами прекрасно понимаете, ситуация в городах Донбасса и Луганской области выглядит еще хуже. А вот у российского инженера в голове только что селить некуда тех, кто будет строить новые ракеты. Ну а Путин, конечно, по-отечески все порешал. Царь Великой России не иначе. То жилье, которое предприятие, мы построили для него, для работников, то есть проценты, которые озвучил банк, они были очень высокие для него. Я знаю... А дети есть у них? Нет, пока вот только женился, вот буквально. Дайте мне совет. Денис. Денис, да? Детей, молодая семья. Молодая семья, льготная ипотека. Три миллиона человек сегодня упорно работают на российскую оборонку. Такие данные озвучил Путин. Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящее на поле боя событиях. Ну а у меня в связи с этим снова вопрос. Если в России с оборонкой все так хорошо, зачем же из Африки везут снаряды советского образца? Зачем через Китай тянут электронику? Зачем дроны у Ирана? И что совсем смешно, зачем ракеты у Северной Кореи покупать, если у России все настолько хорошо? Все для победы и не иначе. Особенно для победы на пародии выборов, которые вот-вот уже состоятся в России. Но о самих выборах поговорим чуток попозже. А пока давайте говорить о победах, которые Путин будет использовать для сохранения образа великого собирателя земель русских. Российские телеграм-каналы кишат сообщениями о том, что украинское контрнаступление не дало нужных Украине результатов, что оно забуксовало и вообще непонятно, было ли оно. Но а как же российское наступление? Спешу огорчить зе-патриотов и прочих воинствующих поклонников Путина. Российское наступление не состоялось и сил у них нет. В прошлой программе я рассказывал о том, что последние несколько месяцев в западной прессе все больше говорят о том, что Путин уже не прочь и о переговорах с Украиной, об Украине подумать. Ему надо как-то выйти из военного тупика. А где же этот выход? Где эта дверь? Давайте искать вместе в следующем блоке программы. Смотрите сами. Турция не только манит и манит российских туристов, не только покупает российский газ и продает Москве свои товары, но и президент Реджа Пердоган – единственный президент из всех стран НАТО, поддерживающий хоть сколько-нибудь серьезный контакт с Путиным. Это также единственная страна, куда кремлевский диктатор может еще лично приехать. И, очевидно, приедет 12 февраля. Об этом 20 января писали турецкие издания. Ну а вот теперь подтверждает еще и агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в Кремле. Между прочим, помощник Путина Юрий Ушаков тоже подтвердил, что его шеф собирается к Ардогану и заявил, что говорить они будут о так называемой специальной военной операции. То есть о войне России против Украины. Так что же именитые американские издания оказались правы? И Путин не только осмягчил риторику, но и готов чертить условную линию и даже смириться с тем, что Украина присоединится к НАТО? Турция не подписан от Римского статута, поэтому там Путина в тюрьму не посадят. Но при этом российская газета «Ведомости» пишет, что аккурат перед этим визитом турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России. Для россиян в Турции все стало сложно сразу после того, как Байден подписал закон о вторичных санкциях. Эрдоган не хочет портить и без того непростые отношения с американцами, поэтому российский бизнес в Турции, очевидно, подужмут. Да и переговорные позиции Эрдоган себе укрепляет, просто соблюдая санкционные правила. Песков перед этим рассказывал, что, мол, в Кремле знает об ограничениях, которые вводят турецкие банки, и сказал, что они вызваны беспрецедентным и неприкрытым агрессивным давлением, которое оказывают в первую очередь представители США на Турцию и турецкие компании. Запад всегда более интересный рынок, чем Россия. Он больше и богаче. Да и новые министры, которые теперь работают в правительстве Анкары, по большей части учились и работали в Штатах. Для них понятно, как нужно иметь дело с Америкой, и не до конца понятно, что же такое Россия. В общем, судя по всему, Эрдогану все же удалось убедить Путина в том, что он может выступить успешным миротворцем. Да и Путину важно ткнуть носом Вашингтон в то, что он не изгой никакой. Вон он, в страну НАТО съездил. Предположу, что американцы сами тоже могли захотеть оставить турецкий дипломатический канал открытым, чтобы послушать, что же такого есть Путину им рассказать. Притча во языцах. Расширение НАТО на восток. Путина в последнее время то волнует. Пообещали, что они будут расширять НАТО, и расширяли. Пять расширений было НАТО на восток. Взялись за Украину. Начали Украину туда тащить. То не волнует. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Политическая биполярка, с которой одновременно и легко, и сложно живется то в Кремлевском дворце, то в бункере на Алтае. Кстати, 15 февраля, а это всего через три дня после вероятного приезда Путина в Турцию, в Брюсселе соберутся НАТОвские министры обороны, и турецкий там тоже будет. И, вероятно, примут Швецию в свои лавы. Таким образом, Балтийское море станет фактически внутренним морем военного блока. А в Черном и так уже есть флот НАТО, потому как Турция оттуда выходить никуда не собирается. Ну, собственно, поэтому многие полагают, что Путину уже и на вступление Украины в НАТО тоже можно закрыть глаза и расслабиться. Есть вероятность, что он через Турцию попытается выторговать себе определенную линию Маннергейма. В итоге Украина получит желанные гарантии безопасности, Москва получит новые территории, а Путин найдет выход из военного тупика, куда согнал сам себя. Думая, что украинцы Киев ему за три дня отдадут. Слушайте, ну, у российских солдат реально с собой была аппаратная форма. Их реально убеждали в том, что они пройдут победным маршем по Украине. Они не прошли. Уже острая фаза войны тянется два к ряду года. А всего-то 10 лет в аккурат в феврале. Вопрос только в том, захочет ли Киев открывать Путину двери, чтобы выйти из военного тупика. Да, ситуация на фронте крайне сложная. Да, военная помощь Америке застряла на политическом бездорожье в Вашингтоне. Да, все устали от войны. Но любой моментально трезвеет, если задумается, насколько устали от российских солдат жители оккупированных украинских территорий. Сколько семей окажутся по разные стороны бетонных блоков, линии разграничения, и политическое решение становится не таким уж безальтернативным. А вы верите в то, что войну в Украине можно вообще прекратить переговорами? Пишите в комментариях, если смотрите этот выпуск в интернете. Я буду рад почитать ваши мысли и предположения. Сегодня ясно одно. Визит в Турцию – это глоток свежего воздуха для Путина. Воздух, правда, этот могут испортить. Реактивные двигатели американских истребителей F-16, которые Анкара наконец-то заполучит. Ну, а может, Путин попробует убедить Эрдогана изменить свое решение по Швеции за три дня до министерской встречи в Брюсселе? Хотя есть ли ему что предложить Эрдогану взамен американских военных самолетов и торговой дружбы с Западом? Думаю, что нет. Парадоксально, как старательно, Путин хочет укрепить свой имидж в глазах российских избирателей, которые, по большому счету, выбора особого-то и не имеют. Или имеют. Об этом уже в следующем блоке. Смотрите сами. Итак, до переизбрания Путина президентом России остался аккурат один месяц. 7 мая вновь переизбранный пойдет на инаугурацию, чтобы уже 9-го стоять, как Ленин, на броневике и принимать подобие победобесного парада на Красной площади в Москве. Будущее выглядит вполне стабильно. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Вообще-то, на самом деле, этот блок программы мне бы следовало начать не кадрами с прошлогоднего шествия на 9 мая в Москве, а вот этими, вполне свежими видео, очередей, в которых россияне стоят, чтобы собрать подписи в поддержку альтернативного Путину кандидата в президенты Бориса Надеждина. Итак, кто же такой Борис Надеждин? И есть ли у России надежда? Спойлер, надежды нет. Сам Надеждин утверждает, что он на 100% русский патриот, что будет бороться за окончание войны в Украине путем переговоров, что Украина большой торговый партнер и дружественна Россия и страна, ну и многое другое тоже говорит. Надеждин дал большое интервью Ксении Собчак, и мне стало интересно, что же он такого мог наговорить, чтобы ему поверить. Я как генерал-фельдмаршал Суворов. Помните, его то вытаскивали, то обратно попало. Вот я как он. Я за эти 25 лет, что я в телевизоре, у меня периодически что-то я скажу, меня нет, потом я опять есть. Надеждина в России поддержала разрозненная и разношерстная оппозиция, которая хоть в этом смогла все же объединиться. Ну, какая есть, но поддержала. Навальный, Ходорковский, Кац. Противники Путина сделали ставку на Надеждина. А сам Надеждин, да давайте обо всем по порядку. Смонтированное видеоинтервью на страничке Собчак длиною в час 48 минут я посмотрел полностью несколько раз. Первый раз смотрел, чтобы у меня осталось какое-то впечатление. Послевкусие, что ли. Ну и потом, основываясь на этом впечатлении, я пробовал понять, что же, собственно, представляет из себя Борис Надеждин. Собчак и сама в прошлом кандидатка на постглавы государства российского. Как в процессе выяснилось, согласованная с Путиным оппозиционерка берет интервью у такого же, согласованного с Путиным оппозиционера. Она со знанием дела рассказывает ему о всех перипетиях, с которыми ему только предстоит еще столкнуться. А он, игриво смотря в глаза, намекает на то, что он и так обо всем в курсе. Человек-то не новый. Надеждин в прошлом частый гость многих эфиров на федеральных телеканалах. Выступает, кричит и спорит. И даже с Жириновским, о котором я не случайно вспомнил, тоже сталкивался лбами, так сказать. Подойди сюда, охрана моя! Не надо, все спокойно. Иди сюда, охрана! Сюда войди! Так. Дай, возьми эту подлеца и выкинь ее из зала! Не надо, возвращайся. Чтобы не было в зале этого подлеца! Возвращайся. Выкинь его отсюда, я сказал! Это передача не надо. Ты что, с ума с вами? Не надо. Да пошел вон из зала отсюда! Охрана НТВ есть? Нет, охрана НТВ! В российской политике Надеждин не новое лицо. Он работал с Борисом Немцовым и Сергеем Кириенко. Работал с Путиным и против Путина. И вот теперь говорят, что даже по рейтингам поддержки Путина обгоняет. Мне сложно было это делать в блок программы, потому что даже сейчас, когда я с вами разговариваю, российская Центральная избирательная комиссия может вовсе снять кандидатуру Надеждина. Ведь уже пошли разговоры о том, что подписи, собранные за него, это подписи мертвых душ. А очереди, которые я вам показывал, не настоящие. Снимут или не снимут. А Надеждин очень интересный политический персонаж. Тот самый Центрисберконг, который теперь ставит под сомнение его участие в выборах, Надеждин упорно хвалит. Все, говорит, сделают по закону. Лишь бы только народ не взбунтовался. Сам Надеждин по природе тоже не бунтарь. Единственный хороший способ повлиять на курс страны – это честные выборы, говорю я. Я резко против каких-то майданов, революций, не приведи Господь. Надеждин уверяет, что не чужой западным странам, что, мол, долго жил в Америке, даже когда-то за кого-то агитировал, как волонтер. Был знаком с покойным сенатором Джоном Маккейном и вообще-то со всеми говорит в Вашингтоне на «ты». Хотя, открой вам секрет, в английском языке местоимение «ты» давно устарело, и все там сейчас говорят друг другу на «вы». «Ю» – это «вы», а не «ты». Ну, да бог с ними, с филологическими тонкостями. На «ты» Надеждин и со всеми, кто теперь у власти в Москве. И это совершенно его не смущает. Все, кто руководил управлением, ну, внутренней политикой в стране с последних 25 лет, а с ними на «ты». То есть Сурков, Володин, Киреян. Но при этом оппозиционер говорит, что он неодобренный в Кремле кандидат, что деньги на избирательную кампанию ему дают сами избиратели, и что решение идти на выборы президента он тоже принял сам. Полушутя, когда ему отказали в участии на выборах местных. Парадокс на парадоксе. Так, ну а что же по войне и Украине? Сейчас я вам покажу довольно увесистый фрагмент видео длиною 40 секунд. Смотрите сами и, пожалуйста, досмотрите его до конца. Мне нужно будет сделать следующее. Мне нужно предложить Украине, не знаю, кто будет президентом, может, Арестович будет, с ним будет проще, чем с Зеленским договориться. Ну, неважно. И союзникам Украины, потому что Украина сопротивляется только потому, что за ней стоит Запад. Без поддержки Запада она там, конечно, не смогла бы сопротивляться так. Следующее. Я говорю, мужики, давайте сделаем следующее. Люди гибнут, разрушаются города, миллионы беженцев. Мы туда отправляем дроны и все такое. Оттуда на нас летят Белгород и так далее. Давайте первое, что сделаем, первое. Зафиксируем, зафиксируем, отведем от линии разграничения, прекратим стрелять. Прекратим стрелять, говорит Надеждин. А вот вопрос, где будет проходить граница, это, мол, вопрос переговоров. То есть, с одной стороны, он уверяет, люблю закон и порядок. Никаких бунтов, путчи и майданов. И избирательную кампанию веду исключительно по российским методичкам. Ну, а с другой? Что с другой? С другой он утверждает, что государственные границы чужой страны можно, в принципе, с этой страной обсудить. Особенно эффективно этот процесс обсуждать после того, как плохой Путин уже 10 кряду лет уничтожает украинцев, стер с лица земли практически весь Донбасс и Луганскую область. Нормальный такой подход к законам. Надеждин делает ставки на переговоры с Дональдом Трампом, Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном. Именно с ними он собирается обсуждать, как же будет выглядеть Украина, ну и в целом порядок вещей в Европе. В победу Трампа Надеждин верит больше, похоже, чем в свою собственную. И даже речь своего выступления на переговорах отрепетировал прямо вместе с Собчак. Дорогой Дональд, ты согласен с тем, что главная задача, главная задача, которая у нас есть, это чтобы в Европе люди не убивали друг друга? Вот что он мне ответил? Согласен. Мир самое главное в этой жизни. Гениально. Я ему говорю, дорогой Дональд, когда-то, не так давно по историческим меркам, страна, которую ты возглавляешь, была английской колонии. И помните, американцы долго воевали, чтобы стали независимые. Но теперь у вас с англичанами хорошие отношения? Что он мне скажет? Только вот Трамп, если и победит, то значительно позже. Намного позже, чем выборы проиграет Надеждин. И я точно знаю, что Надеждину скажет Трамп. Ничего. Надеждин вылетит с так называемых выборов в России еще до того, как против Трампа тем или иным образом закроется последнее уголовное дело. О том, что Украина имеет хоть какую-то маломальскую субъективность, Надеждин даже и думать не хочет. Либералка и оппозиционерка Собчак, поддерживающий, кивает ему головой и говорит о западных спонсорах Украины, которые никогда не позволят пойти Киеву на мирную сделку с Москвой. При этом, даже если цинично предположить, что Украина сама решение не принимает, то все равно оба бессовестно врут. Ведь Запад идеи переговоров никогда не отбрасывал. Мы всегда открыты к переговорам, стремимся к ним, потому что больше, чем кто-либо другой, этого хочет украинский народ. Но со стороны России должна быть готовность участвовать, добросовестно вести переговоры на основе основных принципов, которым была поставлена под сомнение ее агрессия. Надеждин надеется провести в Украине референдум. Честный, с открытой системой подсчета, с международными наблюдателями. Референдум, который и определит, где народ Украины хочет жить – в Украине или в России. Чтобы уже окончательно, раз и навсегда. При этом он уверен в том, что крымчане в Украину не захотят. Чего же не учел Надеждин, если и он, и Дональд Трамп действительно победят на выборах каждый по свою сторону Атлантики. А того, что если в ответ Трамп предложит ему провести референдум в Татарстане, например, Пичкерии или Якутии. Что если жителям Дальнего Востока комфортнее будет жить вместе с китайцами или японцами. И еще маленький нюанс. А что если Надеждину также придет в голову предложить Трампу восстановить историческую справедливость и провести референдум на Аляске. Но Надеждина не унять. Он верит в переговоры на условиях Москвы. Как вы, вот я просто не могу это себе представить, как вы будете проводить переговоры с Западом, который свою позицию очень четко и много раз сформулировал, начиная с 2014 года. Не признаем эту территорию и не признаем никакие новые присоединенные. Как вы будете их проводить? Что вы им предложили? Рассказываю. Во-первых, это совершенно не прозападный текст. Опять же, прочитан кусок. Я абсолютно убежден, что России нужно иметь нормальное отношение со всеми соседями. Включая, конечно, Китай. Но также включая и Украину, что будет самым сложным. Это задача на десятилетие. И также нужно иметь добрососедские отношения с Европейским Союзом. Как думаете, что на это ответит Трамп? А если Трамп не выиграет выборы, и это по-прежнему будет Джо Байден? Чем могут окончиться такие переговоры? Пишите свои мысли в комментариях, если смотрите эту программу на Ютубе или в социальных сетях. Правду говорят, что любовь либеральных русских украинцам заканчивается там, где начинается крымский вопрос. Мыши-братья, любовь навеки. Но Крым наш. Вот такая вот история. Помните, Навальный тоже на крымском вопросе спалился в эфире «Эх, Москвы». Вот такая она, российская оппозиция. Я, между прочим, не думаю, что Путин полетит в Турцию, если, конечно, полетит, предложить какую-то маломальски приличную мировую сделку с Украиной, чтобы отнять у Надеждина единственный козырь на выборах окончания войны. Ему проще Надеждина посадить. Хотя сам лично Надеждин свято верит, что личное знакомство с Путиным убережет его от тюрьмы. От того и позволяли ему, мол, на федеральные каналы ходить и дерзить против президента. Что ж, может это и так, а что на это ответил бы Евгений Пригожин? Как думаете? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Выборы Путина в России – это любопытное зрелище. Похоже на турецкий сериал. Все знают, чем закончится, но все равно все смотрят. Тот случай, когда процесс интереснее, чем результат. Тем более, что Путин снова пытается изображать выборы себя любимого еще и на временно оккупированных в Украине территориях. Но об этом уже в следующем блоке смотрите сами. Осенью прошлого года Россия проводила не менее фейковые местные выборы с фейковыми наблюдателями и фейковыми избирателями. Фейковые выборы на оккупированных территориях тогда превратили в особый фарс. Вот, например, в Херсонской области показывали юную избирательницу на коне. Тогда голосовали, если это, конечно, можно вообще назвать голосованием, на коленке, во дворах, в полисадниках, где придется. Большинство украинского населения в оккупации участие в этом не принимало. Люди прятались и избегали, как могли. Хотя были и те, кто, конечно же, голосовал. О каком именно числе людей идет речь, сказать практически, правда, невозможно. Теперь положение вещей мало чем отличается. Вот, например, фото из оккупированного северно-Донецка Луганской области. Оно очень красновречиво. Мутная вода – отличная среда для аферистов. Иначе, как афера, российские выборы никак назвать нельзя. Местные группы сопротивления сообщают, что оккупанты начали регистрировать на подконтрольных себе территориях фейковых избирателей, чтобы нормально дать Путину голосов. Сейчас, говорят, идет активная регистрация мертвых душ, чтобы продемонстрировать якобы легальность этих выборов. Таким образом, Россия надеялся сфальсифицировать явку на уровне 80% в захваченных регионах. То есть, если люди пришли на участки, значит, признали новую российскую власть. В неподконтрольные пока Украине территории привозят новых, так сказать, избирателей. Еще и потому, что те, кто принимали в прошлом году участие в этом костюмированном карнавале, просто погибли или умерли. Ведь на захваченных России и украинских территориях смертность высокая. Разные правозащитные организации внимательно, ну, как могут, мы же понимаем, что доступ сильно ограничен, следят за ситуацией. Они сообщают, что для проведения так называемого голосования на территорию Украины заказали более чем 4 миллиона бюллетеней. Мол, там живет более 5 миллионов человек. Хотя, на самом деле, по состоянию на сентябрь 2023 года там было максимум 3 миллиона 200 тысяч. А количество избирателей вообще будет меньше, ведь голосуют только с 18-летнего возраста. Ну, а на этом у меня все. С вами был Владимир Унец. Надеюсь, вам было интересно и жду новой встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова